всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков здравствуйте сегодня я буду поднимать тему которая очень часто в кабинете психотерапевтов многие страхи внутренние конфликты многие так или иначе невротические проблемы депрессивные связаны с неопределенностью сегодня мы поговорим о том что это такое почему эта неопределенность возникает и о том как я метафорично предлагаю понимать и работать с этой проблемой прежде всего как я уже сказал выше неопределенность частое явление которое часто не осознается нашими клиентами они просто год я боюсь я не могу я не знаю или просто не понимают что на самом деле за их тревогой и беспокойством кроется страх неопределенности прежде всего надо понимать что неопределенность это одна из экзистенциальных данных в мировой психотерапии которая свойственна огромному количеству людей почему так возникает давайте разберемся вообще если разбираться более глубоко то неопределенность и страх неопределенности это такой генетический эволюционный атовизм что ли помните когда мы говорили о мышечных зажимах по вильгейму райху когда человек находится состоянии тревоги он подгибает шею у него напрягаются трапециевидные мышцы отсюда возникает компрессии трапециевидных мышц и висцебральных артерий что приводит и к остеохондрозу и к изменению малого круга кровообращения зажима меж зажима корешков нервных отростков и так далее вот это тоже атовизм до который достался нам из прошлого под названием когда древний человек чего-то пугался он поджимал голову чтобы мы по башке ничего не прилетело вот этот атовизм нам перешел вот неопределенность это тот же самый атовизм когда человек древний был поставлен перед выбором пойти в светлую пещеру грубо говоря или пойти в темную пещеру то он выбирал естественно пойти в светлую пещеру почему потому что он так выживал но человек размышлял так зачем мне идти в черную пещеру и получить по башке лучше я пойду в светлую пещеру и буду знать что-то меня ждет вот таким образом так или иначе человек выучил навык идти в определенность это генетическая форма выживания поэтому когда человек встает перед выбором или когда у человека возникают какие-то обстоятельства где ему надо принимать решение им очень тяжело идти в не освещенное понимать наш это метафора в не освещенное определенностью пространство к чему я к тому что страх и тревога и напряжение перед неопределенностью это генетически человеческий обусловленный процесс и не надо этому придавать какое-то персональное значение со словами я такой плохой и вот я какой-то невротик и не могу выдерживать неопределенность да вы не можете выдерживать неопределенность потому что это биологический фактор человеческого выживания но в процессе эволюции человек научился управлять своими эмоциями управлять своей психикой так или иначе я предлагаю вам окунуться в это управление смотрите я предлагаю вам рассмотреть следующий философский термин или категорию представьте себе что жизнь которая вас окружает это множество множество дверей в каких-то какие-то двери прозрачные и там есть свет и вы понимаете что открыв эту дверь и вас ждет там то-то то-то а какие-то двери непрозрачные или они открыты но там темно и вот ваша жизнь и вот если рассматривать это с точки зрения метафоры это сплошные двери в которые вы входите здесь же к вопросу об успехе тоже очень важный момент будет большинство людей как я уже сказал будут идти только в прозрачные открытые двери с освещенной комнатой к сожалению они даже знают что в этой комнате они не найдут ничего из ряда вон выходящего не найдут ничего особенного интересного или не будут сидеть в этой освещенной комнате знаю что их окружает это или переходить соседнюю комнату или из комнаты в комнаты в которых они знают что находится таким образом человек превращает свою жизнь в некую определенность но в то же время в этой определенности страдает потому что есть соседние двери есть соседние комнаты в которых он войти не может, потому что там темно и хрен его знает, что там ожидает. Вот так выглядит психологическая метафора неопределенности. Здесь надо всем вам понимать, что если вы хотите получить новые результаты в жизни, если вы хотите добиться успеха, если вы хотите принять решение, вам надо принять тот факт, что вам придется заходить в неосвещенную комнату, вам придется доходить до выключателя, включать и освещать ее. Не факт, что вас ждет в этой комнате что-то, там, мешок с деньгами. Возможно, вас в этой комнате ждет пустота, возможно, вас в этой комнате ждет какая-то куча какашек, а возможно, в этой комнате вас ждет такой бонус, приз и возможности. Часто люди, зашедшие один раз в черную комнату, включившие выключатель, видели там кучу какашек, сказали, ну вот, я вот пошла в неопределенность, вляпалась и вот теперь я сижу по уши в дерьме и никуда больше не пойду. На самом деле психологическая интервенция заключается в том, чтобы понимать жизнь как сплошной такой поиск и изучение дверей, где вы заходите, преодолеваете неопределенность, изучаете комнату, понимаете, что в ней и двигаетесь дальше и двигаетесь дальше. Именно вот это психологическое понимание, что наша жизнь, наши успехи, наши инновации, наши новинки, наши изменения, они всегда связаны в вхождение в новые комнаты. Это новые работы, это новый офис, это новый дом, это новые страны, это новые люди, это новый образ жизни, начиная с нового образа жизни, касаемо переехать там в новый район или еще что-то купить новое, переехать куда-то, познакомиться, сделать шаги. Вот эти шаги – это и есть те самые неосвещенные двери. Поэтому вы должны понимать и принять для себя внутреннее философское решение. Если вы по-прежнему будете сидеть в освещенных пространствах, вы не добьетесь ничего нового. Как сказал Альберт Эйнштейн, глупо надеяться на что-то новое, действуя по-старому. Перефразируя Эйнштейна, глупо надеяться на что-то новое, переходя в известные освещенные комнаты и ожидая, что там что-то появится новое. Не появится, будет все то, что вы знаете. Поэтому наши люди, как правило, и живут в этой определенности. Они знают, что будет вот так, будет вот так, будет вот так, они как-то с этим смиряются. Но если вы не хотите с этим смиряться, если вы хотите получать что-то новое, интересное, жить, развиваться, получать опыт, вам нужно иметь мужество заходить в эти комнаты неопределенности, включать свет и двигаться дальше, включать свет и двигаться дальше. С четким философским пониманием того, что возможно в этой комнате что-то не получится, возможно вы разочаруетесь, возможно через какое-то время эта комната вам надоест, возможно пойдет что-то не так, а возможно там будет приз, возможно там будет отличный опыт, возможно там будут бонусы, но вы все равно будете двигаться дальше, дальше и дальше, открывая все новые двери и новые и новые это и есть наша жизнь это есть смысл жизни это и есть наш путь это постоянное изучение нового это постоянные попытки это постоянные поиски и в этом и есть кайф как мне кажется в этом есть разнообразие возможностей поэтому каждый решает сам кто-то останется в освещенных комнатах а кто-то возьмет на себя смелость двигаться в неоткрытые комнаты в неопределенность я вам от себя скажу что я еще не знаю успешных людей которые заходили только в освещенные комнаты читая биографии большого числа успешных людей добившихся результатов на этой планете они все имели одну главную способность это открывать неопределенные двери и справляться с тем что они там увидят и двигаться дальше открывать новые двери и двигаться дальше я вам желаю стойкости мужества и философского выбора это не напутствие это просто определение как это выглядит и каждый сам для себя решает желаю вам успехов канал невроза мегаполиса и алексей красиков счастливо